Книга зарубежного автора, издание добротное, со статистикой, касающейся экономики Третьего Рейха, других аспектов. Здесь про Аушвиц-2, Беркинау, тот самый Освенцын. Всё так. А вот 10 заповедей немецкого солдата. Он должен воевать по-рыцарски, не издеваться над пленными, не заниматься грабежами. Так действительно было в Норвегии или Франции, но не в Советском Союзе. В том числе и поэтому Вторая мировая и Великое Отечественное, по сути, разные войны, хотя и шли в одно время. Организаторы поясняют, одна из целей мероприятия – донести до молодежи исторические факты. Пока живы ветераны, пока жива память, чтобы это не забыли и в очередной раз не переписывали нашу историю. Народа нет без исторической памяти. Молодые люди писали эссе, посвященное прадедам, которые воевали или трудились в тылу. Инна Амдул-Валеева из Орска – будущий специалист по гостиничному делу. Ее работа называется «Война, прошедшая через мою семью», основанная на воспоминаниях деда, детства которого пришлось на военные годы. Об этом он смог рассказать совсем недавно. После разговора Инна поняла, откуда у ее деда такое трепетное отношение к семейным ценностям, пренебрежение к мелким неудобствам, которые для многих сегодня могут показаться значительными. Я помню, что дедушка рассказывал мне, что кушать нечего было, и они алюминиевой ложкой, у него еще было два брата маленьких, алюминиевой ложкой сошкабливали звездку, и вот эту крошку, которая оставалась, под язык ее клали и весь день рассасывали. То есть, ну, очень, очень жестокое такое. Пограничники рассказывают о том, что в планах немецких войск на преодоление советской границы отводилось от 30 минут до часа. Однако почти половина застав сражались сутки или двое. От 10 до 15 дней сопротивление оказывали более 150 гарнизонов, а еще 45 застав держались до двух месяцев. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.